друзья сегодня с тем что тимофей николаевич мой внук редко ко мне приходит и вдруг сказал себя будешь садокладчиком что-то у тебя в голове должно оставаться посмотрим что остается и так значит сколько лет ты стал моржом в четыре года сейчас сколько сейчас мне скоро 12 пожалел о том что это я тебя в холодную воду пихал нет нет но это лето это одно удовольствие это удовольствие юрий брат пишет у трансляции на ю тубе сейчас мы перезвоним нашему антону мальевичу он у нас организатор всего этого удается туда твоя мама еще раз попробую ага все появилась трансляция слава богу так ну пойдем дальше теперь значит этот самый я тебя тимофей николаевич я попрошу качество докладчика прокомментировать несколько десятков фотографий это только те которые касаются садоводства так давай только так громко-громко вот он тоже держит мальчик королевский только на фоне с вишней еще раз сможешь вот мы мать на фоне с вишней жаковской ху запомнил она кстати вкусная ты представляешь сейчас еще висит вот завтра последним собирать ай вчера позавчера минус 12 все приехали дособирали так узнаешь что это у югуша что за слива 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 китайка сувенир востока это сувенир это сувенир это сувенир это сувенир и это сувенир вот а почему как мы называем неофициальное название королева сада поэтому так много опять сувенир и опять сувенир так ну пройти девочек я скажу и тебе вопрос задам вот они пасовали как-то у меня это даже не этого года фотографии зарабатывали деньги пасуя раз по 10 косточек подписывали вот и так далее а вот скажи пожалуйста ты недавно пасовал сколько ты за два дня заработал две тысячи две тысячи это к чём говорит это говорится о том что мои дети уже взросли так почему я это самое мы тут жгли костер мы тут отдыхали это обучение как себя вести чтобы не сжечь лес правильно правильно мы все делаем по плану я по своей навыке передаю тебе здорово так ну а туда вот узнаешь это мы с еленой мерим температуру венсея давай громче вдруг не слышат это мы с еленой мерим температуру воды венсея так это мой брат арсений собирает посылки кстати он зарабатывает деньги у него хороший почерк видишь он уже в этом возрасте я сейчас не сооружу сейчас ему 8 это было 6 лет он уже посылки собирал вот кстати обещаю всем друзьям вряд ли ко мне приедет комиссия отнимать ребенка за то что я вас лишил детства но где-то она успешно ладно идем дальше так вот скажи пожалуйста вот это вот твой братик и твоя сестренка так это церковь наверное ну ты знаешь для чего мы в церкви были для того чтобы их покрестить вот дело в том что ты уже тебе 12 слушай сюда я обращаюсь ко всем еще несколько лет ребята и мы займемся нормальными делами садоводческими а пока это важнейший момент и так я железо утверждаю наступают трудные времена легче уже не будет точно вот как раньше говорили что эти жирные года были там это чуть ли не на пенсию можно было прожить никогда этого больше не будет нет долго не будет так вот самый важный момент сейчас взрослых бесполезно уже переучивать но я стараюсь сам быть примером и призываю других начиная тогда со школы церковь должна вернуться в школу вот одно из ее понятий должно быть внушить христианские ценности я не знаю как у многих мусульман я не знаю как у католиков я не знаю как у этих самых у прочих я знаю одно старые века старые века вот покрестить детей это означало что с этого момента у каждого ребенка два отца и две мамы времена были тяжелые эпидемии войны бесконечная гибель бесконечная и ребенок должен был иметь второго отца вторую маму для того чтобы выжить и это впереди должно быть так вернуть это понятие не анекдоты про кумов вот а вернуть это понятие красный отец красная мама это самое важное мероприятие после рождения собственных детей собственных это должно быть самое важное понятие во всей стране во всей Руси вот крещение второго ребенка и с этого момента они шансы у них стать сиротами попадать в детский дом и прочее будут самые минимальные надеюсь потому что наступают трудные времена вот ну а мне приходится предлагать советовать только то что я сам прошел это очень важно вторые родители должны быть у каждого ребенка так ну это я не комментирую раз пустая деревшка значит ты что-то не дорабатываешь вот ну-ка давай комментируй ты садовод вот здесь показывает то что хоть и есть ран на дереве но это нельзя срезать вот раз срезать ничего нельзя и берить нельзя несмотря на то что раны появляются в виде солучных ожогов и в виде морозобоины вот не режем не берем так молодец ответил наполовину так чему тебя учил прививать саженцы так как называется этот груша нарядная фима о я знаю это меня всегда удивляет друзья именно этот сорт он больше всего любит и ест ну у каждого свое понятно любимая сорта вот тут свой парень в саду так ну это ты наверняка запомнила я говорил тебе нет что это лобо зимний сорт запоминай лобо да ребята это тренинг я собираюсь со всеми детьми регулярно это проводить это тренинг как называется эта груша космическая космическая так так зачем мы вымачиваем привитые саженцы чтобы они напитались водой их так надо оставлять на нескольких часов правильно так какую глубину мы косточки это закапаем один два сантиметра так работники больше в бассейне времени проводили чем с тяпкой правильно ну-ка хвастайся вот здесь я посадил своих саженцы и продал их за три тысячи три тысячи это было тебе надо было по моему позапрошлем году в десять лет ты уже начал деньги нарабатывать вчера позавчера две тысячи три года назад два года назад три тысячи павлинскую приучаем так ну это вы тоже за деньги делали как называется вишня вылочная так ой-ой-ой я тут немножко проскочил ага вот почему так что ты сейчас делаешь это страховка для купания в холодной воде если есть риск купаться в холодной воде да дело в том что очень много тонут очень много я не стесняюсь показывать вот даже в таком виде себя вот только чтобы сказать ну ладно там сколько через месяц будет пятьсот просмотров вот может быть и не первый раз показывать хоть чью-то одну жизнь спасти от этого от ухарства еще еще одна моя удочка так ну позировать любой умеет главное это то что ты рядом с деревьями которые начали только на третий год приходить в себя посадка в глинистую почву вот вот результат результат а сонька тренируется тоже вопрос стоял я отпрыл туда на течение и сказал вытащишь меня значит экзамен сдала вытащила так и тащила меня это по камням сильно девочка ну-ка расскажи мне вот про это дерево здесь я показываю я я я почему я заставил тебя вот так держать чтобы показать что нельзя отрезать никакие ветки вот это колдовидные яблони никто спорить не станет так вот величайшая глупость и предательство когда люди говорят это я тебе рассказываю и всем когда ой 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 боковые ветки начинают расти на них даже появляются те же яблоки вот а потом а вы нас обманули почему это не растет а одной как столб вот телеграфный больше и вот такие веточки больше ничего нет почему вы нам одно обещали а просто другое ответ отрезайте боковые ветки вот за это предательство я не люблю вот эту официальную литературу ну-ка как слева называется сувениры нет сувениры мы уже проходили это так так теперь детям надо уметь защищаться да мне кажется сколько на три года на четыре сувениры это сувениры сувениры венгер венгерка 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 бакатырская помнишь молодец так ладонько сейчас еще не вот важнейшая фотография Вот здесь вот я забиваю койла, чтобы оградить муравейника, чтобы на него никто не наступил. Потому что муравьи, хоть и кажутся бесполезными, но на самом деле очень важны в саду. Они так, кажется, бесполезны, что окружены дикой ненавистью людей с учеными званиями. Я тебе по сафету передаю. Вырастешь к тому времени и все еще будут считать, ненавидеть их и травить, 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 изобретая все новые яды. Защищай, Тимоша. Тебе передаю это. Это одно из важнейших. 20-30 таких вот этих, можно сказать, открытий, потому что все знают, что муравьи защитники и окружены ненавистью, якобы деревья уничтожают. Вот это я тебе передаю. Ну все, хватит, пока. Я на всякий случай просто полистаю, чтобы понятно было, что такое дети в саду и где они должны жить. Потому что, а, и наконец, внимание, так, разбирать уже умеешь? Да. Смазывать умеешь? Да. Собирать умеешь? Да. Заряжать умеешь? Да. Стрелять умеешь? Да. Все, ты свободен. Я тобой доволен. Хотя, конечно, пару лет назад ты был, конечно, это... Мне такое впечатление, что ты больше растерял знаний. Вот. Мы восстанавливаем опять все. Тренинги, тренинги, тренинги. Мне надо тебе дела сдавать. А почему? Уже без тебя. Ты же собрался гулять или гулять. Я объясню, почему это очень важно. Итак, друзья, мы с вами переходим... Ну сколько вы потеряли? 18 минут, даже меньше. Мы сейчас попадаем на вебинар. Если бы Тимофей ко мне не зашел переночевать, что бывает крайне редко сейчас, вот, не было бы этого разговора. А разговоры я продолжаю.